Добрый день, уважаемые участники брифинга, пресс-конференции. Я рада вас приветствовать и представить в студии Акипресс Ож, представителя управления внешних связей и мониторинга города Ож, мэрии города Ож, Арзалиева Максета, и председателя национальной сети Джинарык Кыргызстана, и председателя директора фонда Центра защиты и поддержки социально уязвимых слоев населения Эшмурата Узинепт Ачевна. Меня зовут Кузнецова Лариса Владимировна, я являюсь директором общественного фонда СМАЙЛ КИДЖИ. Сегодня у нас очень важное событие. Мы зарегистрировали общественное объединение, Международный альянс развития инклюзивного образования в Центральной Азии. Общественный фонд СМАЙЛ КИДЖИ 2015 года активно продвигает инклюзивное образование. И мы начали сотрудничество в Центральной Азии с посещения центров помощи детям с инвалидностью города Худженд. Потом мы познакомились с прекрасными специалистами из города Душанбе. И далее у нас сотрудничество развивалось уже на Узбекистан. Нас пригласили на конференцию, и мы там познакомились со специалистами, которые работают, помогают детям с инвалидностью в городе Ташкент. И так наша сотрудничество развивалось. В городе Ож у нас был создан общественный альянс, мы его не регистрировали, альянс поддержки организаций и детей с ограниченными возможностями здоровья, альянс инклюзивное образование. Было реализовано очень много проектов, совместной работы, акций. Был проведен региональный форум инклюзивного образования, был проведен международный семинар «Шаг навстречу, шаг к инклюзии». И в прошлом году мы провели симпозиум, на котором тоже мы говорили об инклюзии, о том, как важно помогать именно детям с аутизмом, и чтобы все дети были доступны образованию, чтобы дети могли пойти в школу. Поэтому необходимо создавать инклюзию не только в школе, но и в детском саду, развивать раннее вмешательство. И сегодня мы презентируем наше небольшое исследование «Шаг навстречу вместе ради детей», которое направлено на изучение благоприятной среды для деятельности Международного альянса. Мы взяли благоприятная среда развития неправительственной организации, конечно, обширная, но мы не брали правовое поле. Это очень актуальная сейчас тема, особенно в Кыргызстане. Мы изучали в течение июня месяца, как общественные организации вовлекаются в принятие решений, как общественные организации, которые продвигают инклюзию, имеют доступ к финансированию, какие проблемы, когда мы пишем проекты, когда мы участвуем в конкурсах. И поэтому вообще устойчивость развития организации, конечно, зависит от финансов. Проекты, они не вечны, мы это знаем, и необходимо работать над устойчивостью организации. Поэтому вот сейчас в руках я держу это исследование. Огромный труд целой команды, международной команды, представителей из города Ож и города Таташкент. Команда, которая провела анкетирование 200 человек, 100 в Ташкенте и 100 было респондентов в городе Ож. Было проведено по 10, то есть 20 экспертных интервью руководителей организации и руководителей госструктур, которые занимаются в социальной сфере и работают по поддержке детей с инвалидностью. Также было проведено 4 фокус-группы, 2 фокус-группы для представителей госструктур и 2 фокус-группы для представителей НПО. Все, что мы узнали, конечно, не могло поместиться в эти 50 страниц. За кадром осталось многое. Много было предложений, много было высказаний в том, в плане, что сколько у нас еще есть барьеров. Барьеры в сотрудничестве. Но мы говорили больше о предложениях, о том, как преодолевать эти барьеры. Потому что только совместно, вместе с госструктурами неправительственный сектор может решить более эффективно свою работу. Я не буду рассказывать о тех всех цифрах, которые здесь есть. Это исследование будет доступно в открытом доступе. И кто желает его получить, в печатном виде можете обратиться в организацию Общественный фонд «Смайл Тичжи». Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.